В Москве мы встретились с учёным, доктором медицинских наук, который не один год с чисто экспериментальной целью на самом себе испытывал режим питания, рекомендованный йогами. На основании своего опыта могу с уверенностью сказать, йоги вполне справедливо настаивают на умеренности в питании. Правы они и в том, что мы должны отдавать предпочтение овощам и фруктам. От себя могу добавить и молочным продуктам. А после 40-50 лет, как подтверждает личный опыт и практика клинициста, можно сказать, чем меньше мяса, тем дольше жизнь. Иногда полезно, особенно при недомогании, несколько дней полностью воздержаться от приёма пищи. В этот период организм интенсивно освобождается от вредных шлаков и токсинов. Всё это нам рассказал профессор Юрий Сергеевич Николаев. Клинику, которую он руководит, москвичи называют клиникой лечебного голодания. В день нашего приезда профессор вёл приём необычных больных. Перед ним сидела семья, отец и два сына. Отец – здоровый человек. Младший сын весил 174, старший – 211 килограммов. В первые недели лечения не хватало шкалы стандартных медицинских весов. Больных взвешивали на спаренных весах. А спустя три месяца врачи уже не решали инженерных проблем. Братья успели пройти пять циклов голодания. Самочувствие их значительно улучшилось. К девятому циклу младший брат потерял 72, а старший – 88 килограммов. Мы присутствовали и при профилактическом осмотре бывшего пациента клиники. Больной весил 170 килограммов. После лечения – 97. Он потерял 73 килограмма. К нему вернулась трудоспособность и интерес к жизни. Поборниками метода лечебного голодания в Древней Индии были йоги, в Египте и Греции – врачи и философы. Исследования последних лет показали – дозированное голодание позволяет лечить не только ожирение, расстройство нервной системы, желудочные, но и некоторые аллергические и сердечно-сосудистые заболевания. Гипертония, стенокардия, бессонница – вот недуги этой пациентки. Так она выглядела. Курс лечения в клинике прост. И наша знакомая на первом этапе не принимала никакой пищи. Как все, она пила воду, изредка боржоми или отвар шиповника. Как и все, она могла оставаться в палате или находиться на свободном режиме. Могла отдыхать или заниматься трудотерапией. И, конечно, как и все, ежедневно совершала длительные прогулки. Но вот закончен цикл голодания. Этап восстановительного питания длится столько же, сколько и голодание. Вегетарианский рацион, который рекомендуют йоги, увеличивают изо дня в день. Она голодала 25 дней. Упало кровяное давление. Нормализовалась работа сердца. Исчезла бессонница. Вспомните, как она выглядела раньше. Дозированное голодание приводит к глубочайшей перестройке организма. Исследования показали, оно мобилизует защитные реакции, дарованной нам природой. У этого человека была язва желудка. Его лечили голоданием. Сейчас он абсолютно здоров. Индийский профессор Кумар считает, древние рекомендации йогов, обогащенные советской наукой, будут широко применены в медицинской практике Новой Индии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова